Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас второе занятие. Мы на прошлом занятии с вами научились делать первую петелечку. Мы научились делать воздушные петли. И, соответственно, мы научились их соединять. В этом уроке я вам покажу, что такое столбики. Столбики разные, столбиков много. Самые главные столбики. Смотрите, соединительную я вам показывала в прошлый раз. Петелька вот так делается. А столбик делается в петелечку. Вставляем крючок, вытаскиваем петлю. Потом снова захватываем нить и протягиваем через обе петли на крючке. Вставляем крючок, вытаскиваем нить. Еще раз нить захватываем и протягиваем через обе петли. Это столбик без накида. Чаще всего в схемах он указывается плюсиком. Делается плюсик. Или просто вот такая палочка. Простая обыкновенная палочка. Это столбик. Вот так его пишут. Точка без точка накида. Следующий столбик. Сделаем полустолбик. Делаем накид. Захватываем нитку. Держим его пальчиком. Вставляем крючок в петлю. Вытаскиваем нить. И теперь, захватывая нить, провязываем все три петелечки на крючке. Еще раз. Захватываем нить. Вставляем в петлю крючок. Вытаскиваем нить. И провязываем все вместе. Это полустолбик, который выше обыкновенного столбика. Выглядит очень интересно. У него с обоих сторон сверху идут вот такие косички. Чаще всего полустолбики в схемах изображаются палочка. И на дне идет вот такая палочка. Как буковка Т. И пишется полустолбик. Иногда в схемах показывают полустолбик вот так вот полосочкой. Но это как раз соединительная петля так выглядит. Ее по-другому иногда некоторые мастерицы называют полустолбиком. Здесь ПС. Вот так еще бывает. Полустолбик. То есть здесь вот этот полустолбик идет с накидом. Мы сделали накид и провязали 3 петли вместе. Следующее. Столбик. Я вам уже показала. Который плюсиком. Кстати, еще вот такой крестик бывает. Плюсик или крестик. А теперь вот так вот. То есть получается вот такой столбик. А палочка сверху. Это столбик с накидом. С одним накидом. Также есть такой же столбик с двумя накидами. То есть палочка и два. Также палочка три. Вот сколько у него вот этих перекрестков будет. Столько и накидов. Столбик с двумя, тремя, четырьмя накидами. Да? И пишут обычно вот столбик с накидом. А сколько накидов обозначается чаще всего цифрами. Давайте покажу, как это выглядит на вязании. Итак, столбик с накидом. Делаем накид. Вставляем крючок в петелечку. Вытягиваем нить. И у нас три петелечки на крючке. Захватываем нить. Протягиваем ее вот таким образом. Захватывая петелечку и накид. Две петелечки на крючке. Захватываем нить и провязываем обе петелечки на крючке. Еще раз. Побыстрее показываю, да? Накид сделали, в петелечку вставили, вытянули ниточку, захватили нить, провязали первую петелечку с накидом и потом оставшиеся две петелечки на крючке. Вот это столбик с одним накидом. Точно так же вяжутся с двумя накидами. Только на крючок у нас с вами уже идут два накида. Таким образом вставляем крючок в петелечку, вытягиваем нить, провязываем первую петелечку и один накид, провязываем вторую петелечку и второй накид, а потом провязываем две петелечки оставшиеся на крючке. Еще раз. Два накида, три петли, вставляем крючок в петлю, вытягиваем нить, четыре петли на крючке, захватываем нить, провязываем петлю и накид. Захватываем нить, провязываем пять петлю и накид. Захватываем нить и провязываем две петли оставшиеся. Вот они наши столбики с двумя накидами. Точно так же вяжутся, скажем, с тремя, с четырьмя накидами и так дальше. Вставляется крючок в петелечку и начинает провязываться петелечка с одним накидом, как бы второй накид провязываем, третий накид и оставшиеся две. Три-четыре накида в петелечку сделали и начали провязывать накиды. Петля с накидом раз, петля и второй накид два, петля и накид три, петля и накид четыре и потом две оставшиеся петелечки на крючке. Вот таким образом провязываются эти столбики. Вот такой у нас с вами получился треугольничек. Итак, друзья, как видите, всего два урока и вы знаете, уже самые главные столбики, которые используются в вязании крючком. Пока вы будете тренироваться, я подготовлю для вас следующий урок. На этом, я думаю, наш урок можно закончить. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями в соцсетях. Всего доброго, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...